Всем большой привет! Меня зовут Наташа Громовна, и я очень рада видеть всех на своем канале. Сегодня у нас фавориты, то есть я назвала это немного по-другому, это называется Ништяки. Видео о том, что понравилось или произвело какое-то впечатление в апреле, в марте у нас не было, поэтому, собственно говоря, мы все переделываем на один месяц. Парфюм месяца. Это духи Хлоя, которые называются Love Story. Я не думаю, что нужно делать огромный акцент на духах, в нефтяках, но хотелось бы просто рассказать, что запах очень классный, очень понравился. И также было у меня два запаха из Франции, которые привезли на родители, но они уже закончились, и я не успела снимать, снять видео, а снимать с пустыми баклажками как-то, ну, мне кажется, это глупо. Наверняка очень многие из вас видели рекламу в Инстаграме одного средства, вполне такого известного и разрекламировано уже многими, и я тоже решила попробовать, посмотреть, что это такое за средство. Заказала на них четыре вида мыла, и, вы знаете, мне они очень понравились. Давайте я расскажу. Средство называется Mixit. Средство, сделанное, собственно, руками, грубо говоря, мыла настолько и офигенно пахнет, и очень жалко, что камера не передает всех этих запахов. У меня осталось на самом деле два мыла, потому что два других я просто израсходовала. Я настолько долго пыталась записать это видео, что не выдержала, два израсходовала. Второе мыло, а второе мыло я оставила вам на конкурс. Конкурс очень-очень простой, и я скажу о нем уже более подробно под конец видео, чтобы у вас был какой-то интерес. Я решила оставить вам на самом деле самый прикольный по запаху мыло, как я считаю, вот можете посмотреть, вот такое вот мыло. Это горячий кофе и цитрусы. Пахнет на самом деле офигенно. Я вам откладываю для конкурса, про конкурсов скажу чуть позже. Также я заказала вот такой вот замечательный крем для рук. Какой он по себе, по составу, давайте я скажу. Ну а сегодня мне хотелось бы рассказать о той косметике, которую видеоблогеры еще не успели рассказать или повествовать. Mixit это онлайн лаборатория натуральной косметики, которую вы можете создать самим. Как это работает? Все очень предельно просто. Вы заходите на сайт, выбираете категорию, определяете из сосновой, добавляете ингредиенты, оформляете заказ. Соответственно, проходит какое-то количество времени, там 2-3 дня, к примеру, и заказ ваш будет приготовлен по именно вашему рецепту. Но я пошла немного другим путем и для пробы решила заказать просто обычную косметику, которая предоставлена также на сайте. Она уже готовая, но эти средства ничем не хуже, если бы я придумала их сама. Крем, который я заказала, он для жирной или комбинированной кожи, либо для той кожи, которая требуется питательный крем. Он не сколько увлажняющий, сколько поддерживающий правильный гидролипидный баланс и действующий как мягкий антисептик. Я им пользуюсь для рук, потому что для рук он также тоже хорошо подходит. Ну и про мыло скраб, о котором я рассказывала. Самый полезный в мире завтрак, это, конечно же, овсянка. И если ты не любишь есть ее по утрам, то уже ничего не помешает тебе умыться этим мылом с овсянкой. Легкий аромат взбодрит тебя рано-рано утром. Это мыло действительно с деликатным и скрабирующим эффектом. А второе мыло, которое я разыгрываю и которое хочу подарить человеку, который выиграет в конкурсе. Hot Coffee Scrub Soap. Hot Coffee. Универсальное средство для тех, кто спешит по утрам. Это мыло не только освежит тебя и очистит кожу, но и послушает в качестве легкого скраба. И также снимет омертвевшие клетки кожи и сделает кожу мягче. Мелкие частички кофе тонизируют кожу. Кстати, кофе один из самых эффективных средств от целлюлита. Так что, девушки, имейте в виду. А кофейный аромат поможет тебе проснуться. Это очень деликатный скраб, поэтому ты можешь пользоваться бодрящим мылом хоть каждый день. Тонизирующий эффект дополняет и усиливает свежие нотки лимона, апельсина, лицей, кубэбы. Также мне подарили вот такую замечательную шкатулку. Видно вам? Да, надеюсь, что это видно. Эта шкатулка у меня лично выполняет роль зеркала. Здесь зеркало. Но она настолько компактная и удобная, что сюда можно что-нибудь засунуть, положить, убрать. На самом деле, мне это привезли из Праги, моя тетка родная. Но она вообще мне говорила, что этим пользоваться надо чуть иначе. Так открываешь и какие-нибудь сувенирки можно положить, какие-нибудь безделушки. Но у меня это выполняет на самом деле роль зеркала. И я считаю, что мне так удобнее просто на самом деле. И все. На самом деле, я очень люблю такие приятные мелочи. И мелочами ты их не назовешь. Очень удобная шкатулка, в которой можно положить, сохранить или просто использовать как зеркало, как в принципе это делаю я. Поэтому подарок пришелся мне на самом деле по вкусу. Следующие средства, о которых я захотела вам рассказать, это... Что такое косметика Estelle? Это стайлинг, в который входит также бриллианты в блеск, воск для волос, кель для умывания. Но мне подарили шампуни. Причем шампуни, которые для окрашенных волос и для проблемы. На презентации новой песни на Даррееве, на котором я снимала вам ролик, показывала, мне подарили новую косметику, которая называется Estelle. Я не знаю, как правильно читается. Но она хорошая, я сразу скажу. Это для волос. Это шампунь давала знакомым. Они сказали, что действительно очень классный шампунь. Очень здорово волосы моет, пенит. И также еще один очень хороший шампунь. Но это уже он для окрашенных волос. У меня не окрашенные волосы. Поэтому я попробовала, если честно. Попробовала. И знаете как... Ну... У тех, у кого окрашенные волосы, он смывается нормально. У тех, у кого волосы не окрашенные, он такое создается впечатление, что он как будто скользит, как по маслу вот здесь. Вот знаете, провалите. А поскольку у меня волосы длинные, то... Ну, смывать мне его, например, было тяжело. Хотя... Сам шампунь реально прекрасный. У кого окрашенные волосы, можно спокойно покупать. Я пробовала со своими некрашенными. Мне вот так вот понравилось. Вот так вот, правда, скажем. Еще про какое средство мне хотелось бы рассказать вам. Это граниер. Для тех, у кого аллергенная кожа, или кто ходит с аллергией, что в принципе одно и то же, разницы никакого нет. Есть граниер основной уход на молочко для снятия макияжа. Соответственно, очень хорошая вещь. Советую. Стоит недорого. Стоит, ну, как бы так вам не собрать в районе 100 с чем-то рублей. Ну, 150-120. Хватает надолго, хватает на 2 месяца. Честно, начала использовать в марте еще. Хотела по ним снять ништяки мартовские, но... Так вышло. Это молочко для снятия макияжа от граниер из серии основной уход. Покупаю его я уже во второй раз и радует соотношение цена-качество, о чем я уже и говорила. За столь небольшие деньги я получила очень хорошее средство для очищения кожи. Очень мягко и деликатно удаляет макияж и загрязнение с кожей. Теперь, дорогие друзья, если кто-то это средство найдет в Москве, пожалуйста, скиньте ссылку в комментарии либо напишите. Смотрите. Мне это средство подарили. Подарили оно на оливках. Это молочко для тела, которое пахнет тоже очень классно. И да, я даже не знаю, что лучше из всех сегодняшних представленных средств пахнет. В общем, не знаю. Но поверьте, это стоит того, чтобы... ну, чтобы купить, чтобы найти. Поэтому, если вы мне скажете, где это можно взять, то скажите, пожалуйста, потому что средство офигенное. И оно мне очень прям понравилось. Вот. Что еще произвело впечатление, так скажем, по поводу этих... по поводу этого месяца апреля, давайте поговорим о блогерах. О новых блогерах, которые стартанули. Про эту девушку я знала уже очень давно, на самом деле. Просто я никогда не рассказывала в нештяках. Я смотрю ее с ноября 2014 года. Ее канал называется очень просто. Свасти. Она очень прикольная, веселая. Девушка с кукольными глазами и приятной внешностью, с розовыми волосами. Там, не знаю, как угодно называете. Нет, это не фрик. Она очень добрая вегетарианка. Ссылку на канал я оставлю ниже, под описанием, чтобы вы могли посмотреть. Она, правда, очень хорошая. Мне очень нравится то, как она себя подает, как она себя позиционирует. И ее просто приятно посмотреть. Хотя, на самом деле, девушка с характером. Всем привет! Сегодня, как и обещала, снимаю для вас холл. И так как блогеров очень любят обвинять в рекламе, я сразу скажу, что в моих видео рекламы нет. Надь, почему такие цены на такой маленький лак? Ты что, не дергайся, офигел? И на моем канале уже 100 тысяч подписчиков. Я безумно рада. И я благодарна каждому из вас за то, что вы подписались на меня, за то, что вы смотрите мои видео. И мне безумно приятно. Так, момент истины настал. Еще 4 подписчика. Офигеть! Как долго я этого ждала. Еще 3 подписчика. Так, еще 2 подписчика. Ура! И первое, с чего бы хотелось сказать, наверное, вы заметили, у меня стоит елка. И в этом году мы решили нарядить ее в белом стиле. У нас еще была мишура, планировалось в ватта ложиться, типа как снег, но смотрелось это не очень. И мы решили оставить чисто игрушки и искусственный снег, и мигал. Про очень многие каналы мне хотелось бы вам рассказать. Есть еще одна девушка, которая как раз-таки появилась в апреле месяце. Зовут ее Полина. Если я не ошибаюсь, фамилия Парс, ну как у нее написано в ВКонтакте, грубо говоря. Она снимает потрясающую читалочку. Да. Читалочка вот какая. То есть, есть у нее какие-то новости по поводу книжных обзоров, есть отдельные книжные обзоры, есть просто какие-то новости. И она очень круто рассказывает, очень круто снимает. И возможно, что у нее совершенно другая аудитория, не то, как у остальных блогеров, которые бы, ну, хотели бы что-то свое поведать из жизни, но у нее очень умная аудитория, читающая аудитория. И тот контент, который она делает, очень интересный контент. И мне бы хотелось, чтобы многие из вас тоже посмотрели. И если кто-то из вас любит читать, этот канал вам придется просто по вкусу, потому что там действительно интересно, девушка очень интересно рассказывает. Я знаю, что она готовится, причём очень готовится круто к своим роликам. Они её уже пишут в другие издания, другие СМИ. Она репостит их у себя на стенке. То есть, ну, как бы она показывает то, что народ-то заинтересовался. Поэтому, если вам интересно, ссылку я тоже оставлю внизу. Посмотрите, она классная. Какой он всё-таки милый. А я-то хотела отрезать ему голову и приколотить её к стене. Так писала Джан Роулинг в одной из книг о Гарри Поттере. А меня зовут Полина, с вами читалочка. Вал на фронте. Видел своими глазами все ужасы этого действия. Все его воспоминания и произведения можно и нужно читать. Например, роман «Мой лейтенант» на песне. На самом деле я не удивлюсь, если в будущем эта книга станет настоящей классикой. По поводу мероприятий. Что мне больше всего запомнилось? Наверное, мне больше всего запомнилось из-за того, что мероприятие занимает какую-то большую часть моей жизни, так как я часто снимаю, что-то ещё делаю. Это ралли-мастерс-шоу, которое приходило в Крылатском, я ещё не успела вам показать. Это также московское кинг-шоу, которое было, выставка состоялась буквально неделю назад, я там была, отняла очень много. И, наверное, чемпионат России по плаванию, про который я тоже буду рассказывать в одном из своих влогов. Именно влогов, потому что там идёт целая такая цепочка того, что случилось за несколько дней. Поэтому ожидайте, скоро всё будет. Ну а теперь давайте вернёмся к нашему конкурсу, про который я рассказывала. Чтобы получить вот это писающее мыло-миксит, которое не просто мыло ночью, как скраб, вы должны быть шестым, кто напишет мне сообщение ВКонтакте. Сделаем так. Ну и, соответственно, вы должны быть подписаны на мой канал. Я не какая-то там жадина, чтобы там, знаете, о, типа, это мой пиар, там, да-да-да. Нет, просто хочется работать для определённой аудитории, поэтому, я думаю, есть смысл, если человек будет постоянно смотреть, и ему это будет интересно, мы начнём с этого. Поэтому это мыло совершенно спокойно улетит шестому человеку, который напишет сообщение ВКонтакте с момента «Я хочу мыло», и всё. Вот так всё просто, понимаете? Вот так вот я решила сделать всё просто. Это один из самых простых конкурсов. Всё честно, я вам сделаю скрины, чтобы вы поверили. Вот, а также не забываем, что идёт конкурсное видео, так скажем. Вы снимаете тег, 200 видеоблогеров, просто всё слишком далеко зашло, что мы придумали подарки. Хотя мы изначально, когда тег планировался снимать, для всех изначально такого не было. Поэтому, ну, вот так получилось. Я думаю, это вам всё очень нравится, потому что я стараюсь для вас делать. Кстати, появился новый фотоаппарат, на который я совершенно скоро буду снимать. В данный момент я учусь выставлять фокус, потому что у меня немножко другой объектив, который нужен для видео. Я уже снимала на улице, я уже всё это делаю. То есть я стараюсь как-то свой контент, ну, чтобы он был вам более интересен. Потому что снимать... Потому что снимать одно и то же мне тоже не хотелось. И я считаю, это будет неправильно по отношению к вам. Поэтому я реально стараюсь, чтобы вам это было максимально интересно. И я думаю, что я скоро поменяю локейшн, то есть место съёмок. Мы тут с командой. И вообще, кто делает проект, ну, нет, это другой сайт, про который я вам расскажу чуть позже. Мы хотим выбраться на улицу и попробовать работать где-нибудь в парке или ещё что-нибудь такого. Потому что сидеть дома как-то весну, я хоть и не люблю весну, но я считаю, что какое-то тепло на улице, то надо пошляться. Всё очень просто. Два конкурса у меня на канале. Один связанный с видео по тегам. Вы уже знаете об этом. Тег воздух. И второй конкурс. Вот на такое мыло. Вы, соответственно, пишите сообщение мне ВКонтакте. Вы должны быть шестым. Я думаю, что как только это видео выложится, вы сразу же напишите мне. На этом всё. Я надеюсь, этот выпуск вам максимально понравился. Было хоть что-то интересное из того, что вы для себя подчеркнули. Следующий выпуск будет, надеюсь, что дней через 4-5 по поводу расписания. Вам ничего не могу сказать, потому что сама не знаю. Мне было очень приятно это время провести с вами. Всегда ваша огромная Наташа. Пока-пока.